К другим темам. За плохие дороги штрафовать чиновников предлагают в Министерстве внутренних дел России. Речь идет об обеспечении безопасности дорожного движения. Ведь если из-за ям пострадали люди, за это должен кто-то ответить. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале нашей программы. Запретить продвижение лекарственных средств посредством наружной рекламы и СМС-рассылок. С таким предложением выступили депутаты законодательного собрания Ленинградской области. Соответствующие поправки предложено внести в закон о рекламе. Согласно документу, пропаганда лекарств будет допустима лишь в местах проведения медицинских форумов и в специальных печатных изданиях. Как отмечают народные избранники, реклама лекарственных средств побуждает граждан заниматься самолечением, которое приводит к необратимым процессам. Кроме того, предлагается внести в список товаров, которые нельзя рекламировать, лекарственные средства, медицинские изделия, а также методы профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации. По мнению разработчиков законопроекта, реклама лекарств побуждает граждан выбирать средства для лечения без консультации врача. В МВД России в целях повышения дорожной безопасности предлагают десятикратно увеличить штрафы для чиновников, а также ввести для них дополнительное наказание за травматизм граждан вследствие неисправной инфраструктуры. Соответствующие поправки ведомства предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, капремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, должностные лица будут подвергаться штрафу в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Также в полиции предлагают ввести для чиновников дополнительное наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей в случаях, когда по причине ненадлежащего состояния дорог люди получили травмы. Минкультуры и МВД нашли компромисс в вопросе охраны федеральных музеев и библиотек. Стеречь их будут бойцы государственного унитарного предприятия «Охрана». Напомним, из-за сокращения численности полиции больше всего пострадали именно сотрудники вне ведомственной охраны, которые несут службу на стационарных постах в различных госучреждениях, в том числе и в музеях. Отмечается, что стоимость услуг у предприятия «Охрана» дороже, чем у вне ведомственной охраны МВД. В связи с этим будет подниматься вопрос о выделении Минкульту дополнительных бюджетных средств на охрану в размере 1 миллиард рублей. Кроме того, именно в это предприятие пойдут многие попавшие под сокращение полицейские.